Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем Новый Завет, Евангелие от Марка, с толкованием блаженного фефилакта и с комментариями. Номер 10, Евангелие от Марка, 13. Марка, 13 глава, с 11 по 13 стих. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Толкование блаженного фефилакта. Действительно, прежде нежели наступила решительная брань римлянам с иудеями, чего не потерпели от них апостолы, будучи преданы на судилище, и введены к царям Ироду, Агриппе и Нерону. При этом предсказывает им и то, что всего хуже именно, что они будут преследуемы и от своих домашних. Говорит же это для того, чтобы они, слыша о сём предварительно, приготовлялись к напастям, и впоследствии могли легко переносить их. Далее следует утешение. Ради меня, говорит, будете ненавидимы. Это самое великое облегчение в несчастье. Великое также утешение заключается и в том, что претерпевший до конца спасён будет. Марка 13 глава 14 по 17 стих. «Когда же увидите мерзость запустения, речённое пророком Даниилом, стоящим где не должном, читающий, да разумеет, тогда находящие в Евдее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом, и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою, горе беременным и питающим со ссами в те дни». Толкование. Под мерзостью запустения, разумеется, статуя того, кто подверг город Иерусалим запустению. Ибо мерзостью называется всякий идол. Мерзостью же запустения назван он потому, что его поставили внутри недоступного святилища храма, когда Иерусалим был взят и через то подвергся запустению. Впрочем, еще Пилат внес ночью в храм изображение Кесаря, и через то был виной великого мятежа в народе. С этого времени начались и войны, и запустение Иерусалима. Хорошо сказал, находящиеся в Евдее. Все вообще они апостолы, ибо апостолов не было тогда в Евдее. Но, как сказано, они еще прежде войны были изгнаны из Иерусалима, или лучше, сами ушли из него, будучи движимы Духом Святым. Итак, добегут оставшиеся в Иудее. А кто будет на кровле, пусть незачем не возвращается в дом свой. Рад должен быть и тому, если спасется, хотя ногой. Но горе будет тогда женам, имеющим детей и беременным. Потому что первые, имея детей и будучи удерживаемым любовью к ним, не могут убежать. Да и в очлеве, имеющим, неудобно будет бежать по причине бремени чревоношения. Но я думаю, что здесь указывается и на детоядине. Ибо осаждаемые иудеи во время голода поднимали руки даже на детей своих. Марка 13 глава с 18 по 20 стих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Толкование. Если бы бегство случилось зимою, то трудность времени препятствовала бы желающим бежать. Если бы Он скоро не окончил войны римлян, не спаслась бы никакая плоть, не осталось бы ни одного иудея. Но избранных ради, то есть уверовавших из евреев и имеющих уверовать впоследствии, война кончилась скоро. Ибо Бог, предвидя, что по пленению многих из евреев уверует, ради сего не попустил до конца погибнуть иудейскому народу. Но можно разуметь это и в нравственном отношении. Так мерзость запустения есть всякое помышление сатанинское, стоящее на месте святом, в разуме нашем. В всем-то случае, сущие в иудеи добегут в горы, то есть исповедуясь, пусть восходит на горы добродетелей. Иудея значит исповедание, проповедь, а кто стоит уже на высоте, пусть не сходит с нее. Ибо когда какой-либо страстный полмысел встанет в нас, тогда надлежит посредством исповеди спешить на высоту добродетелей и не сходить с всей высоты. И делающий добро пусть не возвращается взять прежнюю совесть, ветхую одежду, которую он совлекся. Горе же бегущему зимою, ибо должно нам бегать от греха с теплотою, то есть с покаянием, а не с холодностью, неподвижно, что и означает бегство зимой. Марка 13 глава 21 по 26 стих. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжи Христы и лжи Пророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблется, тогда увидят сына человеческого, грядущего на облаках, силой многою и славою». Толкование. Господь кончил речь о Иерусалиме. Далее начинает говорить о пришествии Антихриста. Слово тогда надо бы разуметь не так, что когда начнет сбываться вышесказанное о Иерусалиме, тогда не верьте. Если кто скажет вам, вот здесь Христос. Но знай, что это есть особенно свойство Писания. Христос говорит, тогда не прелеститесь, то есть не в то время, как пастушом будет Иерусалим, но во время пришествия Антихриста. Не прелеститесь, говорит, ибо многие станут называться именем Христа, дабы соблазнить и избранных. По прошествии же Антихриста вся тварь изменится. Звезды померкнут от преизбытка света Христова, и ангельские силы поколеблются, то есть ужаснутся, смотря на такой переворот в мире и видя соробов своих судимыми. И тогда узрят Господа, как Сына Человеческого, то есть во плоти, ибо, видимо, в Нем есть тело Его. Но хотя Он придет и в теле, и как Сын Человеческий, однако силою и славой великою. Марка 13, глава 27 по 31 стих. И тогда Он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то с бывающимися, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все это будет. Небо и земля приедут, но слова мои не приедут. Толкование. Ангелы же придут тогда для того, чтобы собрать избранных, которые, быв восхищены на облаках, должны будут таким образом встретить Господа. Как смоковница, покрывавшаяся листьями, показывает, что близко жатва, так и после скорбного времени антихристового, непосредственно последует второе пришествие Христово, которое для праведных будет точно как жатва после зимы, а для грешных – зима после жатвы. Род сей, то есть род верных, или христиан, не приедет, как все это будет. Все сказано о Иерусалиме и пришествии Антихриста. Господь говорит здесь не о роде апостольском, ибо апостолы не продолжают жить до кончины мира. Многие из них не дожили и до разрушения Иерусалима. Значит, родом всем именуют здесь род христианский, утешая таким образом апостолов, дабы они не подумали, что при столь тяжких бедствиях вера, может быть, совершенно оскудеет. Господь говорит, дерзайте, не приедет род верных и не оскудеет. Скорее приедут небо и земля, эти непоколебимые, по-видимому, стихии, нежели слова мои в чем-либо не исполнятся. Ибо все, что я сказал, будет. Марка, 13 глава, с 32 по 37 стих. О дне житом или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Толкование. Желая удержать учеников от любопытства о последнем дне и часе, Господь говорит, что ни ангелы, ни сын не знают о сём. Если бы сказал, я знаю, но не скажу, они воскликлили бы, что он не хотел им сказать. А что Господь знает о последнем дне и часе, это очевидно, ибо сам он веки сотворил. Как же ему не знать того, что сам сотворил? Притом, и для пользы нашей, Бог скрыл кончину жизни, как общей, так и каждого из нас, в частности. Дабы мы при неизвестности всей кончины непрестанно подвязались, ожидая её и страшась, кабы она не застала нас не готовых. Итак, мы должны бодрствовать и молиться, исполнять и то, и другое, ибо многие, хотя бодрствуют, но проводят ночи не в молитве, а в худых делах. Если мы и при неизвестности кончины враждуем друг против друга, то чего не сделали бы, если бы знали время кончины, тогда всё время жизни до смерти мы проводили бы в крайне худых делах, а в последний день, изъявляя раскаяние, впали бы ещё в худшее состояние. Марка, 14 глава, с 1 по 5 стих. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали перед священниками и книжниками, кабы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Ифании в доме Симона прокажённого и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из народа чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на неё толкование. Совет против Христа составлен был в среду. И вот причина, почему мы постимся по средам. Враги хотели было передать праздничное время, переждать праздничное время, но это не было попущено им. Господь, определяя сам для себя от страдания, благоизволил предать себя распятию на саму Пасху, ибо сам был истинная Пасха. Здесь надо надевиться могуществу его, ибо когда враги хотели взять его, тогда не могли, а когда не хотели по причине праздника, тогда он сам, волею предал себя им. А мире упоминают все четыре евангелиста и думают некоторые, что у всех их, разумеется, одна и та же жена, но несправедливо. Это две разные жены, из коих одна упоминается у Иоанна, 12 глава, 30 стих, она же и сестра Лазаря, а другая у трех прочих евангелистов. А ежели вникнешь, то найдешь, что их было три, об одной упоминается у Иоанна, а другой у Луки, 7 глава, 37 по 38 стих, а у прочих двух евангелистов, а третий, ибо упоминаема у Луки была блудница и помазала Господа среди его проповеди, а упоминаемая у Матфея сделала тоже около времени страдания, и притом она не была явной блудницей. Господь приемлет усердие ее, как и сдержавший так много на мира. Иоанна, 12 глава, 3-5 стих. Можно думать, что и прочие апостолы упрекали жену, так как они постоянно слышали от Христа учения о милостыне. Но Иуда негодовал на жену, не с той мыслью, как прочие, а по сребролюбию ради гнусной корысти. Марка, 14 глава, 6 по 9 стих. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имейте с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имейте. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое погребенью. Истину говорю вам, где не будет проповедана Евангелие себе в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Толкование. Господь упрекает апостолов за то, что они неблаговременно удерживали усердие жены. Здесь Господь изрекает два пророчества. Первое, что Евангелие будет проповедано во всем мире. Второе, что проповедан будет и о поступке жены. Да постыдятся же те, кои предпочитают нищие Христу. Ибо я слышал золотых дел мастеров, которые говорят, что ежели разбить церковный сосуд на части и отдать нищим, не будет греха. Позже слышат они, как Христос ценит служение ему выше служения нищим. А на золотом дискосе и бывает истина тела Христова, а в чаши кровь Христова. Посему, кто уносит из церкви драгоценный дискос и заставляет полагать тело Христова на плохом дискосе, ссылаясь на нищих, тот пусть знает, чьим участником он становится. Марка, 14 глава, с 10 по 11 стих. И пошел Иуда Искариот один из двенадцати к священникам, чтобы предать его им. Они же услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его толкование. Да известит их, когда Христос будет один. Напасть на него во время учения они боялись, чтобы не навлечь на себя беды со стороны народа. Посему Иуда обещался предать его им тогда, как он уеденится от всех. Марка, 14 глава, с 12 по 15 стих. В первый день опресноков, когда заколали пасхального анкса, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть пасху, мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой есть пасху с учениками моими». И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам». Толкование. Первым днем опресноков евангелист называет четверток, который непосредственно предшествовал празднику опресноков, ибо опресноки иудеи начинали есть пятницу. Ученики подходят и спрашивают, где им есть Пасху? Отсюда видно, что ни Христос не имел собственного жилища, ни ученики не имели своих домов. Если бы имели, то приняли бы его к себе. Двоих учеников своих, Петра и Иоанна, как говорит Лука, он посылает человеку незнакомому, показывая через это, что он мог бы и не страдать, если бы захотел. Ибо тот, кто расположил незнакомого человека, принять его, чего не произвел бы в других. Здесь-то в таком, говорю, уме Христу уготавляется Пасха. двумя учениками, Петром и Иоанном, то есть деятельностью и созерцанием. Ибо Петр был пылок и деятелен, а Иоанн, как богослов, созерцателен. Марка 14, глава 16 по 21 стих. И пошли ученики его и пришли в город и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, истину говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему один за другим, не я ли, и другой, не я ли? Он же сказал им в ответ, один из двенадцати обмакивающий со мной в блюдо. Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым сын человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться. Толкование. Как же они возлежали, когда закон повелевал есть Пасху стоя? Надо надумать, что Господь сначала совершил Пасху подзаконную, а потом возлег, чтобы преподать свою собственную Пасху. Ибо лучше вовсе не родиться, нежели родиться на мучение. Таким образом, по отношению к последней судьбе лучше оказывается, если бы Иуда вовсе не существовал. Ибо Бог сотворил его на благе дела, а он сам впал в столь ужасное злодейство. Марка 14 глава 22 по 25 стих. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, приимите и едите, сиесть тело мое. И взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, сиесть кровь моя нового завета, за многих изливаем ее. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, как буду пить новое вино в Царстве Божьем. Толкование. Некоторые говорят, что Иуда не причастился к святых тайн, но вышел прежде, нежели Господь преподал все тайны. Напротив, другие утверждают, что Господь из всего неблагодарного приобщил своей святыне, благословив, то есть благодарив, Господь преломил хлеб. Так делаем и мы, произнося молитвы сие говорит, что вы теперь приемнете есть тело мое, ибо хлеб есть не образ тела Господня, но самое тело Христово, в которое хлеб прилагается. Иоанна 6, 51. Не сказал образ моей плоти, но плоть моя есть. И еще, если не будете есть плоти сына человеческого, 53 стих, но как это, может быть, скажет кто-нибудь, ведь плоти тут не видно, это ради нашей немощи человек, так как хлеб и вино суть обыкновенной, для нас вещи, а видит предложенную нам плоть и кровь, было бы нестерпимо для нас, и мы бы отвратились от них, то человеколюбец Бог по снисхождению к нам сохраняет вид хлеба и вина, но они прилагаются в силу плоти и крови. Кровь свою назвал кровью Нового Завета, в отличие от Ветхого Завета, ибо и Ветхий Завет имел кровь, которую окроплялись и народ, и книги закона. Не буду, он говорит, далее пить от вина сего до воскресения. Царством называют здесь воскресение, так как по воскресению из мертвых он восцарился над смертью. После же воскресения он опять ел и пил с учениками своими, уверяя их таким образом, что он есть тот самый, который пострадал, но пил уже новое вино, то есть пил новым, некоторым и необыкновенным образом, ибо имел плоть уже нестрадательную и нуждающуюся в пище, а не тленную и бессмертную. А можно понимать это и так. Виноградная лоза есть сам Господь, плод виноградный суть тайны и ведение сокровенное, которое рождает он, уча человека ведению. Таким образом, во Царстве Божьем Христос будет пить с учениками своими тайны и премудрость, научая нас новым истинам и открывая то, что ныне сокрыто. Марка 14 глава с 26 по 31 ростив «И воспев пошли на гору Елеонскую и говорит им Иисус «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано «Поржу пастыря и рассеются овцы». По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Петр 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 сказал ему «Если все соблазнятся но не я и говорит ему Иисус «Истинно говорю тебе что ты ныне в эту ночь в эту ночь прежде нежели дважды пропоет петух трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили толкование «Благодарили прежде питья благодарили и после питья дабы и мы знали что должно благодарить и петь и перед пищей и после пищи этим Господь показывает вместе и то что смерть ради нас не страшна для него так что он славит Бога и тогда как идет предание на смерть Сим без сомнения и нас научает не унывать когда впадем в скорби ради спасения многих но благодарить Бога нашего скорбью садиловавшуюся спасение многих Господь исходит в гору Ирионскую чтоб евдеи нашедшие и взяв ее уединение не произвели смятение в народе ибо если бы они напали на него в городе народ может быть возмутился бы за него а в таком случае враги воспользовавшись этим благовидным предлогом стали бы думать что убили его по справедливости как мятежника Христос предсказывает ученикам что они соблазнятся вслед за тем как Петр отрехся в первый раз пропел петух потом когда Петр отрехся во второй и третий раз петух опять пропел выражает тщетную горячность и все прочие ученики подобно Петру давали обещание не оставлять Господа как бы обращая таким образом в ложь слова самосущей истины посему и Господь попускает и человеческая природа обнаруживает свою немощь ибо нет сомнения что Господь мог сохранить их особенно Петра однако же попустил дабы они а та же и мы не были самонадеяны поражу пастыря это говорит Бог Отец так как он попустил сыну быть пораженным то говорится что он поразил пораженного по его попущению а овцами назвал он апостолов как людей незлобивых Марка 14 глава с 32 по 42 стих пришли в селение называемое Гефсиманию и он сказал ученикам своим посидите здесь пока я помолюсь и взял с собой Петра Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать и сказал им душа моя скорбит смертельно побудьте здесь и бодрствуйте и отойдя немного пал на землю и молился чтобы если возможно миновал его частей и говорил а воотче все возможно тебе пронеси чашу сию мимо меня но ничего но ничего я хочу а чего ты возвращается и находит их спящими и говорит Петру Симон ты спишь не мог ты бодрствовать один час бодрствуйте молитесь чтобы не впасть в искушение дух бодр вплоть же немощно и опять отойдя молился сказав то же слово и возвратившись опять нашел их спящими то же слово сказал ну я сказал то же слово да да и возвратившись опять нашел их спящими ибо глаза у них отяжелели и они не знали что ему отвечать и приходит в третий раз и говорит им вы все еще спите и почиваете кончено пришел час вот предается сын человеческий в руки грешников встаньте пойдем вот приблизился предающий меня толкование христос всегда имел обычай молиться наедине подавая и нам пример чтобы мы для молитвы искали уединение он берет с собой только тех троих учеников кои были очевидцами славы его в фаворе дабы они видев славное его состояние видели и состояние скорбное и таким образом дознали что он есть истинный человек и скорбит и тоскует подобно нам ибо как он восприял всего человека с его естественными свойствами то скорбит и тужит без сомнения по естеству человеческому ибо мы люди по природе отвращаемся от смерти таким образом когда он говорит пронеси чашу сию мимо меня он обнаруживает в себе человеческое свойство а за сим прислокупив но ничего я хочу но чего ты он научает нас несмотря на требования природы просить того что угодно Богу после молитвы пришедших к ученикам он нашел тех троих учеников спящими но упрекает одного Петра как бы так говоря ему не ты ли обещался мирить со мною а я одного часа не мог пободрствовать и ты ли можешь презреть смерть но бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение и не отречься от меня пусть дух ваш готов не отрекаться как вы и обещались мне но плод немощно а потом если Бог по вашей молитве не даст силы плоти вашей вас постигнет беда и опять отойдя от них начал молиться и говорить те же что и прежде слова дабы вторичным молением удостоверить что он был существенно истинно человек да и нас научить молиться чаще а не так чтобы проговорив что-либо в молитве однажды тотчас и оставлять ее надо в нас усердие повторять молитву увидев же учеников опять спящими уже не делает им упрека потому что они отточены были сном отсюда познает человеческое легкомыслие и немощь вот мы и сну противиться не можем обещаем часто невозможно для нас в третий раз Христос молится под тем причинам о которых мы говорили выше и снова приходит к ученикам но не обличает их хотя и следовало обличить так как они и после упреков не укрепились но предали сну говорит не с тем чтобы бежать но чтобы встретить врагов выражение душа моя скорбит смертельно некоторые разумеет так я оскорблю не о том что должен умереть но о том что меня распинают израильтяне ближние мои и зато будут отвержены от царствия божия марка 14 глава 43 по 49 стих и тотчас как он еще говорил приходит иуда один из двенадцати и с ним множество народа с мечами и колями от пересвященников и книжников и старейшин предающий же его дал им знак сказав кого я поцелую тот и есть возьмите его и ведите осторожно и придя тотчас подошел к нему и говорит рови рови и поцеловал его а они возложили на него руки свои и взяли его один же из стоявших тут излег меч ударил раба пересвященникова и отсек ему ухо тогда Иисус сказал им как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями чтобы взять меня каждый день бывал я с вами в храме и учил и вы не брали меня но да сбудется писание толкование Марк умолчал о имени его чтобы они подумали будто он хвалит Петра учителя своего за его ревность о Христе но Петр кстати отсек ухо у арахири и ураба этим указывается на то что иудеи были люди непослушные непокорные и невнимательные к писаниям иначе если бы они имели уши внимающие писание они не распяли бы Господа славой и не другого какого-либо раба поразил Петр а архиереева ибо архиереи первые не слушались писания сделавшись рабами зависти и самолюбия когда же он сам восхотел тогда и предал себя им да сбудутся пророческие писания Исайя 53 глава не привлекая не вопия но добровольно последуя за ведущими комментария Игнатия Лапкина как тогда так и во все века и ныне те кто не слушают писания и не вникают в их таистинный животворящий смысл они не могут остаться сторонними наблюдателями того где появляется проповедь Евангелия они делаются первыми гонителями и глушителями истины архиереи первые не слушались писаний это архиереи и священники которых Бог не избрал но они сами назначили себя руководителями и возгромоздились на Моисеевом сидалище Матфея 23 глава 2 стих и сказал на Моисеевом сидалище сели книжники и фарисеи все повторяется заново но только уже в обвечьих одеждах под пение православных гимнов и типикона Христос сказал что весь мир для христиан волки а епископы и пресвитеры которые не будут слушать слово Божие лютые бешеные волки сто крат опаснее безбожников архиереи первые не слушались писаний Матфея 10 глава 16 стих вот я посылаю вас как овес среди волков и так будьте мудры как змеи и просты как голуби деяния 20 глава 29 по 30 стих ибо я знаю что под шествие моем войдут к вам лютые волки нещадящие стадо и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою из слов Евангелия блаженный Фефилак делает единственный верный вывод который мы и читаем здесь и отрицать его православным никак нельзя но нужно только согласиться с этим с этим Фефилак не был баптистом он православный архиепископ и слова его приняты всей церковью как слова хорошие и нужные Марка 14 глава с 50 по 54 стих тогда оставив его все бежали один юноша завернувшись по ногому телу в покрывало следовал за ним и вон и схватили его но он оставив покрывало ногой убежал от них и привели Иисуса к пересвященнику и собрались к нему все пересвященники и старейшины и книжники Петр издали следовал за ним даже внутрь двора пересвященникова и сидел со служителями и грел своего огня толкование ученики разбежались ибо невозможно было самосущей истине и пророкам солгать только один какой-то юноша шел за ним этот юноша был вероятно из того дома в котором ели пасху некоторые впрочем думают что это был Иаков брат Божий прозванный праведным ибо он во всю свою жизнь ходил в одной мантии по вознесению же Господнем он принял от апостолов и престол епископской в Иерусалиме он так говорят оставив верхнее покрывало бежал и нет ничего удивительного что когда бежали верховные апостолы Иси оставил Господа впрочем Петр являет теплейшую любовь к учителю следовал за Христом Закон повелевал чтобы у идеев был один архиерей во всю свою жизнь между тем у них тогда было много архиереев которые один за другим каждый год подкупали власть у римлян таким образом архиереями евангелист называет тех которые пробыв некоторое время на архиерействе оставили онные Марка 14 глава с 55 по 61 стих Пересвященники же и весь Синдрион искали свидетельство на Иисуса чтобы предать его смерти и не находили ибо многие уже свидетельствовали на него но свидетельства сие не были достаточны и некоторые встав лжесвидетельствовали против него и говорили мы слышали как он говорил я разрушу храм все рукотворенный и через три дня воздвигну другой нерукотворенный но и такое свидетельство их не было достаточно тогда Пересвященник встал посреди и спросил Иисуса что ты ничего не отвечаешь что не против тебя свидетельствует но он молчал и не отвечал ничего опять Пересвященник спросил и сказал ты ли Христос сын благословенного люди толкования люди сами достойно осуждения составляют вид судилища чтобы показать будто умертвили его Христа по суду но где справедливость суда когда приводятся свидетели не могуще сказать ничего справедливого а только одно буйство и нелепости да и те самые кои думали сказать нечто дельное сказали ложь ибо Господь не говорил я разорю церковь но разорите не сказал притом церковь рукотворенная а просто церковь архиерей восстав вопрошал Иисуса в намерении побудить его к ответу а ответ обратить в обвинение но Христос молчал зная что не будут понимать словам его Луки 22 глава 67 стих Марка 14 глава 62 по 65 стих Иисус сказал я и вы узрите сына человеческого сидящего одесной силы и грядущего на облаках небесных тогда пересвященник разодрав одежду своей сказал на что еще нам свидетелей вы слышали богохульство как вам кажется они же все признали его повинном смерти и некоторые начали плевать на него и закрывая ему лице ударять его и говорить ему про реки и слуги били его полонитом толкование пересвященник снова спрашивать Иисуса не с тем чтобы познав истину уверовать но чтобы иметь какой-либо предлог к обсуждению к словам ты ли Христос в скобках помазанник он превосокупляет сын благословенного ибо многие были помазанниками так как назывались всем именем и царей и пересвященники но ни один из них не был сын Бога присно благословляемого и прославляемого посему-то и осуждений будет тем больше что они и слышав это свидетельство не уверовали ибо он приедет снова не без тела но таким что может быть видим и узнан распявшими его при этом архиерей исполнил обычай разодрал одежду ибо ибо когда случалось с иудеями какая-либо беда или скорбь они раздирали одежды в настоящем случае архиерей разодрал одежду свою в знак того что Иисус будто бы произнес холу на Бога и таким образом произошло великое зло Марка 14 глава 66 по 72 стих когда Петр был на дворе внизу пришла одна из служанок перед священником и увидев Петра греющегося и смотревшись в него сказала и ты был с Иисусом назарянином но он отрекся сказав не знаю и не понимаю что ты говоришь и вышел вон на передний двор и запел Петух служанка увидев его опять начала говорить стоявшим тут этот этот из них он опять отрекся спустя немного стоявши тут опять стали говорить Петру точно ты из них ибо ты галильянин и наречие твое сходно он же начал клясться и божиться не зная человек не зная человека сего о котором говорите тогда Петух запел во второй раз исполнил Петр слово сказанное ему Иисусом прежде нежели петух пропоет дважды трижды отречешь от меня и начал плакать толкование покаяние слезы опять возвратили Петра ко Христу петухи обыкновенно в один раз делают по несколько возгласов потом зацепают а после некоторого времени снова начинают пение но да постыдятся на войти тяне неприемлющие согрешившие после крещения покаяние и притещение святых тайн вот Петр отрекшийся уже после притещения причистого тела и крови снова был принят в апостольский лик ибо падение святых для того и описывается чтобы мы когда по невнимательности своей падаем взирали например их и спешили бы покаянием исправиться до конца считаем глава Марка 15 глава с 1 по 15 стих немедленно поутру пересвященники со старейшинами книжниками и весь синдрион составили совещание и связав Иисуса отвели и предали Пилату Пилат спросил его ты царь иудейский он же сказал ему ответ ты говоришь и пересвященникам обвиняли его во многом Пилат же опять спросил его ты ничего не отвечаешь видишь как много против тебя обвинений но Иисус и на это ничего не отвечал так что Пилат удивился на всякий же праздник отпускал им одного узника о котором просили тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками которые во время мятежа сделали убийство и народ начал кричать и просить Пилата о том что он всегда делал для них он сказал им в ответ хотите ли отпущу вам царя иудейского ибо знал что пересвященники предали его из зависти но пересвященники возбудили народ просить чтобы отпустил им лучше Вараву Пилат отвечая опять сказал что же хотите чтобы я сделал с тем которого вы называете царем иудейским они опять закричали распни его Пилат сказал какое же зло сделал он но они еще сильнее закричали распни его тогда Пилат желая сделать угодное народу отпустил им Вараву а Иисуса биф предал на распятие толкование Иудеи предали Господа и римлянам зато и сами преданы были от Господа в руки римлян Исайя 3.11 Псалон 27.3 Авдеев стих 15 Слова ты говоришь можно понимать так правду ты говоришь ты сам высказал кто я а можно понимать и так я не говорю этого а ты говоришь но быв спрошен в другой раз Христос ничего не отвечал и тем привел Пилата в удивление ибо Пилат удивился что он будучи сведущ в законе и красновечив и имея возможность одним ответом не спровергнуть возводимый на него клеветы ничего не говорил а напротив смиренно терпел обвинения заметь же кровожадность иудеев и умеренность Пилата хотя и он достоин осуждения потому что не с твердостью стоял за праведника ибо те кричали распни его а он хотя слабо однако пытался освободить Иисуса от осуждения ударять ременным бичом дабы видно было что они приняли его как осужденного уже на судилище ибо он хотел сделать угодную народу то есть сделать угодное приятное для народа а не то что угодно Богу Марка 15 глава 16 по 21 стих а воины отвели его внутрь двора то есть приторию и собрали весь полк и одели его в баграницу и сплетшие терновым венец возложили на него и начали приветствовать его радуйся царь иудейский и били его по голове тростью и привали на него и становясь на колени кланялись когда же насмеялись над ним сняли с него баграницу одели его собственно одежды его и повели его чтобы распять его и заставили проходящего некого киринянина Симона отца Александрова и Руфова идущего с поля нести крест его толкование военное сословие всегда учешающиеся бесчинствами и обидами и теперь высказал обыкновенное свойство свое ибо если иудеи слышавшие от Христа столько поучений и получавшие от него так часто и так много благодеяний нанесли ему столько поруганий то что нам сказать о язычниках и так они взывают на него целый отряд облекают его для посмеяния Форфиру как царя и начинают бить его берут венец терновый вместо диадемы вместо скипетра трость сей слуги дьявола заставили как сказано некого нести крест его Иоанна 19-17 но было и то и другое сначала несколько времени он сам нес крестное дерево а когда нашли другого способ нанести тогда заставили всего последнего и крест несен был им мы именуемся христианами то есть помазанными подобно как некогда назывались христами цари посему добудет жизнь наша не рабская и низкая но царская и свободная будем носить терновый венец то есть подщимся увенчаться жизнью строгую воздержанную чужую плотских удовольствий а не роскошную изнеженную и преданную чувственным наслаждением соделаемся и Симоном что значит послушание и возьмем крест Иисусов умертив в слены наши земные колоссин 3 5 Марка 15 глава 22 по 28 стих и привели его на место Голгофу что значит лобное место и давали ему пить вино сосмирную но он не принял распявши его делили одежды его бросая жребий кому что взять был час третий и распяли его и была надпись вины его царь иудейский с ним распяли двух разбойников одного по правую а другого по левую сторону его и сбылось слово писания и злодеем причтен толкование есть предание дошедшее до нас от святых отцов что на Голгофе погребен был Адам здесь распинается и Господь врачующий падение и смерть Адамову дабы там же последовало и разрушение смерти где было начало смерти смирно есть самая горькая жидкость значит это давали Господу в поругание над ним другой евангелист говорит что Господу подали уксус желчью Матфея 27-34 а третий что ему поднесено было еще что-то но в этом нет противоречия при тогдашнем бесчинстве одни приносили то другие другое один уксус желчью другой вино смирное а могло быть и то что вино было окислое а смирно прогорклое и следовательно евангелисты согласны между собою ибо вино могло быть названо уксусом а смирно желчью первая по своей кислоте вторая по горечи Матфея 27-34 ибо когда сказано не принял всем уже ясно показано что не пил и жребий бросали об одежде его также в поругане над ним то есть разделяя между собою как бы царские одежды тогда как они были скудные написали и надпись то есть вину за которую Господь распят царь иудейский чтобы опозорить славу его как человека возмутительного и называющего себя царем и чтобы все проходящие не только не жалели о нем а напротив нападали бы на него как на похитителя царской власти но как Марк говорит что Христос распят был в третьем часу а Матфей что тьма произошла в шестом часу можно сказать что в третьем часу был распят а тьма началась с шестого часа и продолжалась до девятого и с разбойниками распят был Господь для того чтобы люди имели худое мнение о нем что и он был злодей два разбойника были образцами двух народов иудейского и языческого оба сие народа были беззаконны языческий как приступивший естественный закон иудейский как приступивший и сей закон и писанный который дал ему Бог но языческий народ оказался благоразумным разбойником напротив иудейский хулителем до конца посреди всех двух народов распинается Господь так как Он есть камень соединяющий нас в себе Марка 15 глав 29 по 32 стих проходящие злословие лего кивая головами своими и говоря ээээ разрушающий храм и в три дня созидающий спаси себя самого и сойди со Христа подобные пересвященники с нижниками насмехаясь говорили друг другу других спасал а себя не может спасти Христос царь Израилев пусть сойдет теперь с Христа чтобы мы видели и уверуем и распятые с ним поносили его но говорить сойдись сойдись со Христа побуждал их дьявол так как начальник зла знал что Христом совершается спасение то снова искушал Господа дабы в случае сошествия Христа убедиться что он не Сын Божий и чтобы таким образом разрушилось спасение людей Христом но он был истинный Сын Божий и посему то именно не сошел с Христа Марка 15 глава 33 по 39 стих в шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжилась до часа девятого в девятом часу возопил Иисус громким голосом Элои Элои Ламмафа Савахфани что значит Боже мой Боже мой для чего ты меня оставил некоторые стоявшие тут услышав говорили вот Илью зовет а один побежал наполнил губку уксусом и наложив на трость давал ему пить говоря постойте посмотрим придет ли Илья снять его Иисус же возгласив громко испустил дух и завеса в храме разодорвалась надвое сверху донизу сотник стоявший напротив его увидев что он так возгласив и спустил дух сказал истинно человек сей был сын божий толкование тьма была не в одном месте но по всей земле если бы тогда было время ущерба луны то еще мог бы кто-нибудь говорить что это было естественное затмение но теперь но теперь 14 день месяца когда естественное затмение невозможно пророческое изречение Господь произносит по-еврейски показывая что он до последнего дыхания чтит еврейское для чего ты меня оставил говорит он от лица человеческого естества как бы так почто ты божий оставил меня человека чтобы я имел нужду распятия за меня Бога ибо оставлены были мы люди а он никогда не был оставляем отцом и она 16 32 ибо прежде души всех содержались в аде ибо прежде души всех содержались в аде пока не пришел проповедовавший плененным отпущение завеса разодралась знамение того что благодать духа отступила от храма что святая святых сделаться видимым и доступным для всех как это и сбылось когда вошли римляне и что самый храм сетует как обыкновенные иудеи поступали в несчастьях и раздирали одежды свои так и храм как бы одушевленный показал тоже во время страданий творца разодрав одежду свою но этим означается и другое нечто плоть наша есть завеса нашего храма то есть ума и так сила которую плоть имела над духом разодрана страданиями христовыми сверху донизу то есть от адама до последнего человека ибо и адам осветился страданиями христовыми и плоть его уже не подлежит проклятию и тлению напротив все мы почтены нетлением марка 15 40 по 41 стих были тут и женщины которые смотрели издали между ними была и Мария Магдалина и Мария мать Иакова меньшего и Оси и Соломия которые тогда как он был в Галилее следовали за ним и служили ему и другие многие вместе с ним пришедшие в Иерусалим толкование Мария мать Иакова меньшего и Оси то есть Богородица которая была для них матерью так как она обращена была Иосифу а Иаков и Осия были дети Иосифа то она называется матерью их как мачеха подобно как называлась и женой Иосифа в образе невесты Марка 15 глава 42 по 47 стих и как уже настал вечер потому что была пятница то есть день перед субботой пришел Иосиф Иоремофея знаменитый член совета который сам ожидал царствия Божия осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова Пилат удивился что он уже умер и призвав сотника спросил давно ли умер и узнав от сотника отдал тело Иосифу он купив плащаницу и сняв его обвил плащаницу и положил его в гробе который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели где его полагали толкование блаженный Иосиф еще служа закону признал Христа Богом почему и дерзнул на похвальный подвиг не стал он размышлять вот я богат и могу потерять богатство если буду просить тела того кто осужден за присвоение себе царской власти и сделавись ненавистным и у идеев так ни о чем подобном не размышлял сам с собой но оставив все как менее важное просил одного предать погребение тела осужденного получив тело Иосиф купил плащаницу и сняв тело обвило ею честное честно предавая погребение ибо он был и сам ученик христов и знал как почтить владыку он был благообразен то есть человек почтенный благочестивый безукоризненный что касается дозвания советника то это было некоторое достоинство или лучше служение и должность гражданская которые имеющие должны были заведовать делами судилища и здесь часто подвергались опасностям от злобов употреблений свойственных всему месту пусть слышат богатые и занимающиеся делами общественными как достоинство советника нисколько не препятствовало добродетели Иосифа имя Иосиф значит приношение аэромофей возьми онное будешь же ему и по примеру Иосифа всегда прилагать усердие к добродетели и взимать онное то есть истинное благо да сподобимся принять и тело Иисусова посредством причащения и положить онное в гробе иссеченном из камня то есть в душе твердо пометующей и не забывающей Бога да будет душа наша иссеченную из камня то есть имеющая свое утверждение во Христе который есть камень да ввием сие тело плащаницы то есть прими его чистое тело ибо тело есть как бы плащаница души божественное тело должно принимать не только в чистую душу но и чистое и в чистое тело должно же иметь обвить онное то есть покрыть а не раскрывать именно должно же именно обвить онное то есть покрыть а не раскрывать Ибо таинство должно быть покрыто, сокровенно, а не раскрываемо. Марка, 16 глав, с 1 по 8 стих. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к огробу при восходе солнца и говорят между собой, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь! Иисуса ищите Назорянина, распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен!» «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Толкование. «Ничего великого и достойного божества Иисусова не помышляют жены, когда сидят при гробе и покупают мира с тем, чтобы по иудейскому обычаю помазать тело, дабы оно было благоухающим, а не издавало неприятного запаха от ления, и дабы силой мира, иссушающую и поглощающую влагу тело, сохранялось невредимым. Ибо субботами назывались Дни Седмицы, а Единую – День Первый. Восстав, идут ко гробу и размышляют, кто отвалит им камень. Но между тем, как они размышляли о сём, ангел отвалил камень, хотя жены не чувствовали того. Так и Матфей говорит, что ангел отвалил камень после того, как жены пришли. Но Марк умолчал об этом, потому что Матфей уже сказал, кем отвален был камень. Если же Матфей говорит, что ангел сидел на камне, а Марк, что жены, вошедшие во гроб, увидели его сидящим внутри, то Сим не должно смущаться, ибо могли они видеть ангела, сидящего вне, на камне. Как сказано у Матфея, могли видеть опять же его внутри гроба, как упредившего их и вошедшего туда. Петра отделяет от учеников, или как верховного, именуя его особо, от тех, по преимуществу, или вот почему. Так как Пётр отрёкся, то если бы жены сказали, что им велено возвестить только ученикам, он сказал бы, я отрёкся, следовательно, уже не ученик его. А потому Господь отверг меня и вознушался мною. Поэтому ангел и превосвокупил, и Петру, дабы не смутился Пётр той мыслью, что будто он неудостоен из слова, как отрёкшись, и потому уже недостойным быть в числе учеников. Посылать же их в Галилею, отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев. Тогда объял жён трепет и ужас, то есть они поражены были и видением ангела, и страхом воскресения. Боялись они иудеев, или одержимы были страхом от видения до того, что каббы потеряли разум. Потому ничего никому не сказали, забыв всё, что слышали. Марка, 16 глав, 9 по 14 стих. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился с пера Марии Магдалине, из которой и знал семь бесов. Она пошла и возвестила бывших с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился виновым образом двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. В день воскресный, так как этот день, есть первый день субботы, то есть седмицы, который выше назван единую от суббот. Семь бесов, противоположных семи духам добродетели. Как-то дух бесстрадания, небогоизливости, дух неразумия, дух неведения, дух лжи и прочее, противоположные дарованиям святого духа. Отвечая, когда евангелист говорит, что возвестили прочим, то, разумеет, не одиннадцать апостолов, но некоторых других. Этих и назвал он прочими, так как одиннадцать видели его Христа в тот же день, в который возвратившийся из села. Маркос 16, глава с 15 по 20 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сие знамения. Имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и восстил одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Толкование. Не сказал, проповедуйте только послушным, но всей твари будут ли слушать или нет. Кто уверовал, но не крестился, а остается еще оглашенным, тот не есть уже и спасен. Верующие, говорит, будут сопровождать знамения и знания бесов, глаголы новыми языками, взимания змей, то есть истребления змей, и чувственных, и мысленных. Как в другом месте сказано, наступайте на змей и на скорпионов, очевидно, мысленных. Луки 10.19 Многие, выпивая яд, силы крестного знамени, сохранялись невредимыми. Везде сначала наше действие, а потом уже Божие содействие. Ибо Бог содействует нам тогда, когда мы действуем и полагаем начало. А когда мы не действуем, Он не содействует. Заметьте то, что за словами следуют дела, и Слово утверждается делами, как и у апостолов тогда Слово утверждались последующими дела и знамения. О, если бы Христе Слове и наши слова, которые мы говорим о добродетели, утверждались делами и поступками, так чтобы мы совершенными предстали Тебе, содействующему нам во всех делах и словах. Ибо Тебе подобает слава и в словах, и в делах наших. Аминь. Комментарий Игнатия Лапкина. Иезекииль 2.7 И говори им слова Мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Проповедуйте все твари, будут ли слушать или нет. Благо проповеднику, когда он при жизни видит плоды своей проповеди. И как тяжело наблюдать, когда на сотне проповедей едва ли одна душа обращается к Богу. Иоанн Златовус утверждает, что так как от человека не зависит благодать обращающая, а награда будет за труд, то в вечности тот, от чьей проповедь никто не обратился, получит награду больше. А тот, через чью проповедь кто-то обратился, этот проповедник, часть награды, получил уже здесь, на земле, в виде той радости, которую ему доставил рожденное чадо. И тут же добавляет, что пусть моя награда будет меньше в небесах, только покайтесь, обратитесь ко Христу, проповедуйте всей твари, будут ли слушать или нет. Спасибо. Спасибо.